17 ноября отмечается Международный день недоношенных детей. Он был учрежден в 2009 году по инициативе Всемирного фонда по уходу за новорожденными детьми. Ежегодно на планете около 15 миллионов рождаются недоношенными. Причем в последние годы отмечается стабильный рост рождения детей раньше срока. Как известно, все новорожденные уязвимы, но преждевременно рожденные особенно, а проблема преждевременных родов остается одной из основных, недооцениваемых обществом. В перинатальном центре Хасавюрта созданы все необходимые условия для выхаживания детей такой категории. Об этом рассказал заведующий реанимации новорожденных Гусенко Замбиев. Мы здесь детей держим, пока они снимут аппарат и будут самостоятельно дышать. В дальнейшем, чтобы они не нуждались в аппарате. Вот это, например, ребенка, он справился. Раньше сняли с аппарата, вот сейчас мы будем держать 2-3 дня его здесь, будет самостоятельно дышать. Не будет нуждаться в аппарате, будет устоять питание, потом переводить на второй этап. Недоношенными являются дети, родившиеся при сроке беременности от 28 до 37 полных недель. Причины преждевременного появления на свет разнообразны. Слишком юный возраст и, соответственно, организм матери. Патологическое течение беременности. Предшествующие аборты, болезни, физическая и психическая травмы. Врачи отметили, что на сегодняшний день многие молодые мамы не понимают, насколько важно на самых ранних сроках беременности регулярно наблюдаться у врачей, следить за своим здоровьем. Процесс выхаживания недоношенных детей очень ответственный и кропотливый. Со стороны медицинского персонала требуется быть предельно внимательными. Благодаря нашим медсестрам, у нас очень замечательные медсестры, дети у нас выхаживаются. Обученные? Да, обученные. Это очень тяжелое отделение. Это самое тяжелое отделение в климатальном центре, это наше. И благодаря нашим медсестрам, в своих голодные руки, наши дети выходят. Особенно недоношенные дети. Ребенок, родившийся раньше срока, в период выхаживания помещается в кувес. Говоря иными словами, инкубатор – приспособление с автоматической подачей кислорода, с поддержанием оптимальной температуры. Представляет собой ящик из прозрачного стекла, нагревательного элемента, устройство для увлажнения воздуха и управляющего блока. В боковых стенках располагаются окошки и дверцы для рук ухаживающего персонала. Важно отметить, что в последнее время в России на данную проблему обратило внимание и государство. Медицинские и экономические вопросы выхаживания недоношенных детей успешно решаются в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье». В разных регионах страны уже открыто более 20 перинатальных центров. Одним из таковых является перинатальный центр Хасавюрта, в котором оказывают всю необходимую помощь женщинам в выхаживании ребенка.